НОВОСТЯ НАЧИНАЮТСЯ! НОВОСТИ, НОВОСТИ... Подействовали наркотики... Присоединяйтесь, сейчас вы все узнаете... С убоением продолжаем наблюдать за работой новой полиции в городе Днепропетровске. На этой неделе парням выдали эвакуаторы. Что тут началось? Под раздачу попал фактически весь центр. Тачки начали грузить и увозить, грузить и увозить. В свое время в Одессе эвакуаторами рулила одна достаточно принципиальная женщина. И тогда там происходило просто феерическое шоу. Она грузила на эти эвакуаторы Майбахи, Мазерати и все остальное модное, что ездила по Одессе. Вначале общественность Одессы, конечно, немножко понервничала. А потом перестала парковаться в центре как попало. Респект и уважуха. Сык от нашу заберут твою тачку. На забебе есть специальный материал с детальным разбором всех парковок в центре. Читай и паркуйся как человек. Давай тут расскажем про тут всякие вот разоблаченные наркопритоны, бордель. Как же теперь гражданам-то развлекаться, ничего не понимать. Вообще в городе жить становится значительно лучше. Полисмены уже успели закрыть один бордель, один наркопритон, отловить несколько воровских групп, да и вообще развлекаются как могут. Даже известная телеведущая Оксана Немировская на Дысь или на Медни. На Медни или на Дысь. Попала под раздачу, ей был выписан протокол за неправильную парковку. Хоть тачку не забрали, и то хорошо. Оксана, мы с тобой, держись. Чего пока здесь не получается у новой полиции, это придушить. А еще лучше вообще, пресечь незаконную торговлю в центре и в околицах. Если вам хочется принимать незаконную торговлю, идите вот туда в угол. Молодой человек, идите голову не морать. А с налогом? Потому что чуть-чуть полномочий не хватает, некие там законодательные коллизии. А кроме того, по всей видимости, этих торговцев кто-то крышует. Спасибо, что разрешили, я очень благодарен людям, которые попросили, себя не нужно. Специальный материал на Забебе читаем. Шпионские игры. Доблестная СБУ. Что она доблестная? Ну доблестная, наверное. НКВД, КГБ, ГРУ, ФСБ и всякие прочие нехорошие аббревиатуры российских спецслужб недавно получили звонкий щелчок по носу, потому что СБУшники выявили ей нового агента. Который производил вербовку среди действующих сотрудников милиции. И че, вероятно, злыдни затевали что-то нехорошее по отношению к нынке Украине. Так... Близится аттестация для тех старых сотрудников милиции, которые не вошли в новую патрульную службу. Пропустили, как набирали полицейских? Есть возможность посмотреть за тем, как сейчас будут переаттестовывать бывших милицейских. Теперь есть специальный механизм, который позволяет принимать активное участие в переаттестации. Кстати говоря, платить новым милицейским, которых переаттестовывают так много, как полицейским не станут. Но есть надежда, что и за небольшие деньги они будут работать честно и неподкупно. Понаблюдаем. Кстати, переаттестовали прокуратуру. Специальный материал на Забебе вскрывает, как это происходило. Почитайте, интересно. Потеплело и дороги растаяли. Казалось бы, вот оно счастье. Но нет, под подгороднем коренные новомосковцы вышли и давай перекрывать 13 часов кряду, дорогу бастуя за то, чтобы ихнему мэру Литвиченко дали возможность наконец-то работать. Зарехал неудобную ситуацию вокруг Новомосковска лично Глеб Пригунов. Жители Новомосковского послужились и пошли домой спать. А сам Глеб спать не пошел. А пошел готовиться к очередной сессии облсовета. Там дел не в проворот. Предположительно 18 февраля... Че будет 18 февраля? Предположительно 18 февраля лупанет очередная сессия облсовета. Депутаты ведь пачками подносят разнообразные решения. Их нужно будет принимать. Одно из решений вызывает неподдельный интерес. Ну почему бы, например, взять и не увеличить вдвое аппарат облсовета? Несмотря на то, что в прошлый раз было принято решение сократить расходы на его содержание. Может быть эти дополнительные 60 человек будут ходить на работу вообще бесплатно? Тогда зачем? Но это в области. Там хоть бюджет есть и даты назначены. А в горсовете ни дат, ни бюджетов и вообще такое впечатление, что все впали в пячку. Депутаты! Собирайтесь! Собирайтесь! Давайте бюджет нам нужен! Нам все нужно! Давайте уже начинайте на работу ходить! Очередная неделя прошла! Где вы шастаете? Сколько можно в куршанелях кусоваться вообще? Еще в прошлом году областные маршрутки отказались бесплатно возить атошников. И тут понеслось. Облгосадминистрация взяла и проверила их работу. А потом взяла и отменила несколько договоров. И замутила новый конкурс. И новых 9 маршрутов попала в этот самый открытый конкурс, который теперь транслировался в интернете и теперь там все будет хорошо. В Днепропетровске все не так. За мэра Дмитрий Полгрибов сказал, что для наведения порядка в маршрутках ему потребуется годик. Все это время жители города Днепропетровска могут продолжать с упоением ездить в разнообразных неприличных позах, стоя на развалюхах и платить за это как следует. Где же Блицкрихта? Где же стремительная победа над безобразием? Поднакалилась ситуация вокруг ЮМЗ. Дело все в том, что ЮМЗ не сильно регулярно платит зарплату своим сотрудникам. Но это еще не все. Кроме того, ЮМЗ не очень-то бодро платит за электричество. От чего это электричество начали отключать? Что тут началось? Дома тухнут, трамваи не ездят, Борис Альбердыч лично примчался и с домами кое-как порешал. А вот с трамваями не очень, они теперь ходят плохо. Короче говоря, с ЮМЗ нужно что-то стремительно решать. Но решение это должно быть политическим. Что совсем не просто. Скукотища, снег не падает. Поэтому, вероятно, упадет памятник. А кто это у нас там такой веселый чугунявый стоит посреди площади имени самого себя? А, так это же Григорий Петровский, организатор Голодомора и вообще кат украинского народа. Давайте его снесем. Примерно так в своей фейсбуке написал депутат Денисенко. И забил стрелу всем жителям прямо на площади в эту пятницу. Кто там? Кто там? Казалось бы, декоммунизация нужна всем. По-хорошему, памятники снимаются так, если кто-то не в курсе. Берется коммунальщиков толпа, несколько машин спецтехники, отвинтили, порезали на куски, переплавили в батареи, отдали в детские сады. Но нет, нардеп Денисенко считает по-другому. Вообще-то, это именно он в прошлый раз валил Ленина. Видимо, именно тогда он и пристрастился к тяжелым металлам. Хорошо, что когда Ленина валили, никого случайно не придавило. Как будет в этот раз, Забеба снимет и покажет. Но вообще-то, мы же как бы в Европу идем. А там как этим занимаются? Правильно, специалисты демонтируют всякое ненужное днем. А не так как у нас посредине ночи какие-то любители памятники валили. Че это вообще такое было? Там ходил кто-то, пока мы снимались? Все, хватит! Один выпуск Забеба Ньюз в неделю заменяет 5 дней унылых новостей на ТВ. Экономия налицо и другие органы. Пакета, слышь? Нифига себе. Короче, все, все, новости кончились. Ики-пси... » Икономия чу. Икономия чу. Икономия ч 20-бинар. Икономия чу. Икономия чу.